МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Артик ТВ, Время новостей, в студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. В регламенты не уложились. С Мурманской областью стали считаться. Почему затянулась отчетная конференция главы региона? Без медного звона. А планов завершения работы металлургического цеха стало известно еще осенью прошлого года. В Мончегорске закрыли металлургический цех. Недетские шалости. В итоге мы вызвали полицию и ждали какой-то подмоги. Кто и зачем распылил перцовый газ в парке развлечений? Два года за два часа Андрей Чиби сочетался перед жителями региона об итогах своей работы на посту губернатора Мурманской области. Многие скептически восприняли сообщение об онлайн-конференции. Мол, недавно был форум СМИ, во время которого затронули большинство животрепещущих тем. Но в главе нашлось, что сказать. Да и формат беседы был выбран удачно. Прямые включения вице-губернаторов тому подтверждение. Подкачала только трансляция. Но после посмотреть отчет было несложно. Да и удобнее. Например, легче найти интересующие моменты. Подробности далее. С Мурманской областью стали считаться. Произошло это в первую очередь благодаря тому экономическому драйву, которого удалось добиться в регионе. За два года доходы областного бюджета увеличились на 38%. Главным топливом для роста экономики губернатор назвал инвестиции. Регион получает их от резидентов преференциальных режимов ТОР и арктической зоны РФ, которых становится все больше. Сейчас у нас пять резидентов ТОР. В целом объем инвестиций уже составляет по проектам, которые вошли в ТОР, 95 миллиардов рублей. И у нас уже на подходе шестой резидент, который создает еще дополнительно 636 рабочих мест. И в целом резидентами ТОР будет создано более 2000 рабочих мест. Рост доходов бюджета позволяет больше вкладывать в социальную сферу. Конечно, в первую очередь это касается здравоохранения. И речь не только о борьбе с коронавирусом, на которую в прошлом году было выделено более 7,5 миллиардов рублей. Также проводится модернизация первичной медицинской помощи, улучшаются условия диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но все это дело не одного дня. А между тем, меры нужно принимать уже сейчас. Я вам предлагаю восстановить работу поезда здоровья и, мало того, расширить ее региональным компонентом именно под названием «Азбука здоровья». В чем суть этого проекта? На мой взгляд, это очень важно. Обучение вопросам профилактики населения. Это позволит своевременно диагностировать, своевременно обращать на какие-то изменения со стороны своего организма и, естественно, улучшить раннюю диагностику и выявление заболеваний. Кроме того, экономический рост позволяет нам ощущать изменения непосредственно в быту. Дворы – это первое, что мы видим, выходя из своих домов, поэтому важно, чтобы они выглядели красиво и ухоженно. В 2021 году продолжится благоустройство этих территорий по всей Мурманской области. Для того, чтобы дворы были еще и многофункциональными, их будут оборудовать современными детскими площадками и спортивным инвентарем. А те, кому его будет недостаточно, смогут посетить новые физкультурные комплексы, построенные в регионе. «Количество, в частности, спортивных объектов многократно возросло в наших населенных пунктах. Так, в 2019 год у нас было введение ФОКа в полярных зарях, межшкольный стадион в городе Мурманске. 2020 год – это ФОК «Вертикаль». Кроме того, завершена наконец-то реконструкция спортивного комплекса «Долина уюта». Строятся в регионе не только спортивные комплексы. Большое внимание уделяется и другим социальным объектам. Например, школам, детским садам и жилым домам. За два года в Мурманской области появились 14 новых объектов. В будущем планируется в разы увеличить это число. Одной из ключевой нашей важнейшей, тоже приоритетной задачей, это является строительство нового жилья в Мурманской области. Это строительство многоквартирных жилых домов, это и комплексное развитие территории, точечная застройка. Также мы активное внимание сейчас уделяем развитию индивидуально-жилищного строительства. Важно не только создать северянам комфортные условия для жизни, но и сделать так, чтобы Мурманская область шла в ногу со временем. В первую очередь это касается сферы образования, ведь за детьми, как мы знаем, будущее. Именно поэтому в регионе уделяется большое внимание созданию современных центров для школьников точки роста. А проект цифровизации «Умный регион», который охватывает все сферы, от транспорта и ЖКХ до вопросов образования, здравоохранения и туризма, призван облегчить жизнь северян. За два года мы приступили к внедрению 15 информационных систем. Что же делать такие системы? Например, интеллектуальные системы ЖКХ предназначены для обеспечения достоверной информации о состоянии объектов ЖКХ, контроля поставки и потребления ресурсов, а также оперативной поддержки служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Транспортная система позволяет в автоматическом режиме осуществлять мониторинг пассажирского транспорта. Совсем скоро по области поедут и ярмарки «Наша рыба». Проекту дали старт летом 2019 года. Но во время пандемии было принято решение перевести открытую торговлю в онлайн-формат. Новый сезон привычных потребителю продаж стартует в 20-х числах апреля, подчеркнул глава региона во время своей отчетной конференции два года за два часа. А в юго-восточном микрорайоне Колы возобновят работы по подключению домовых хозяйств к водоснабжению. В процессе сотрудники Мурманского водоканала также планируют поднять дороги, идущие через микрорайон на 70 сантиметров. Это необходимо сделать ради безопасности. Юго-восточный микрорайон Колы – своеобразный пригород с частной застройкой. Здесь выдают землю многодетным семьям. Водопровод пока есть не везде. Работа по подведению сетей идет. В прошлом году к воде подключили 30 домов. В этом планируют присоединить еще 38. Чтобы обсудить ход работ, глава администрации Кольского района Александр Лихалат встретился с руководителем Мурманского водоканала Андроником Мусатяном. Проблематика в чем, чтобы понимали. То есть у нас есть трубопровод, оба проложены, у нас стоят колонки. Мы готовы подключать даже участки, ну те, где рядом трубопровод проходит. Но пока дома строятся не так активно, то есть нам нужен разбор. То есть когда будет разбор воды, иначе у нас все замерзнет. То есть если мы сейчас нагрузим водопровод этот, то получим отрицательный результат. Но я думаю, что вот этим летом уже будет активнее, потому что уже есть дома какие-то. Я так понимаю, есть люди, которые уже собираются заселяться. Во время работ придется перекрывать ряд дорог в микрорайоне. Расположены проезды не очень удобно. Когда здесь начали выдавать участки, специально дорожную сеть никто не проектировал. Теперь проблему приходится решать в процессе. Практически по всем участкам есть проектные решения. Для того, чтобы не создавать сложности больших для наших собственников, которые уже построились. Ряд мероприятий планирует выполнить Мурманск водоканал. Это где-то укрепление дорожного полотна, где-то подсыпка по тем участкам, где нет альтернативного проезда. Там, где есть альтернатива, мы будем отрабатывать уже с собственниками альтернативный проезд. Есть и еще одна задача. Некоторые участки дороги в микрорайоне пересекаются с основным водоводом, снабжающим Мурманск. Местами трубы идут слишком близко к поверхности. Давление в них высокое. Такое расположение небезопасно. Неосторожное движение ковша грейдера и в Первомайском районе Мурманска исчезнет холодная вода. Труба стальная, она имеет места стыков, места сварки. Места сварки являются концентратором напряжений. И при ударном воздействии, да, там, многотоннажной техники, грузовики, самосвалы, те же гридера, погрузчики, может произойти разрыв места сварки. В этом случае весь объем воды, который поступает в город Мурманск, он будет изливаться вниз по рельефу, затапливая все нижележащие участки. Чтобы предупредить возможное ЧП, силами Мурманск водоканала планируется поднять дорогу на 70 сантиметров. Работы начнутся в ближайшее время и будут продолжаться от двух до трех недель. Для этого перекроют три въезда в микрорайон. Однако, как утверждает администрация Колы, проблем с доступом к участкам при этом не возникнет. В таких спальных, похожих на деревню в микрорайонах, редко случается ЧП, чего не скажешь о городской среде. Детей рвало, взрослые кашляли и задыхались в парке развлечений после того, как один из посетителей распылил во время конфликта в качестве самообороны перцовый баллончик. Что произошло на самом деле в торговом центре Мурманска в воскресный день, пыталась разобраться Айлина Ким. Мужчина распылил перцовый баллончик в одном из детских парков развлечений в Мурманске. Такие сообщения стали публиковать в соцсети. По словам очевидцев происшествия, они почувствовали першение в горле и стали задыхаться. Детей рвало, посетители не сразу сообразили, что случилось. Виктория Трегубова находилась в эпицентре конфликта. Она рассказывает, что их семейный отдых потревожили трое мужчин, которые вели себя вызывающе. В какое-то мгновение словесная перепалка перешла в драку. Ее бывшему мужу пришлось применить газовое средство защиты. В итоге мы вызвали полицию и ждали какой-то подмоги, потому что охраны вообще не было ни в центре, ни в миссии парке, ничего. И люди себя вели неадекватно, скорее всего, они пили, потому что куча была бутылок внизу именно. То есть почему не на столе, как бы, то, что же приличное заведение. И они ушли, даже не расплатившись. Они не стали дожидаться полиции, ничего. И то есть в ходе этого всего, когда Иван хотел меня защитить, он распрыскал вот этот перцовый баллон. То есть это уже пошло как самозащита, потому что не трое уже на него налетели. Экс-супруг Виктории Ивана правдывается, мол, зла никому не желал. Обидчики вынудили применить баллончик. На кону стояли жизнь и здоровье близких. Остальные люди пытались как-то вас там разнять. Нет, страны не было даже ни одного человека за 20 минут, никто не появился. Хотя там дети были мои, знакомые все. Ну, что было вот такой точкой, что вас вот довело до того, что вам пришлось применить вот это? Повалили меня на полку, могли бы его бить. У вас всегда с собой, да, вот перцовый баллончик? На тот момент оказался. Вдруг его отозвал Иван, и я оказался таким мужчиной, и он начал уже угрожать. Ну, и говорит, что будем его убрать. И в итоге, вот тут все произошло, повалили его здесь, вот в этом. Ну, и все, и Ваня вот тут вот на этом месте уже поднял. То есть, ну, пристал, и все равно. Представители детского парка говорят, что вопросы безопасности лежат на администрации торгового центра. Впрочем, с пострадавшими они также готовы общаться. В любом случае, визуальный осмотр всеми нашими сотрудниками проводится. И в случае, ну, каких-то таких ситуаций мы всегда просим покинуть заведение. То есть, это исключение, чем правило? Это, ну, просто исключение, которого ни разу, ну, подобных ситуаций в наших парках никогда не было. В нашем парке не было никогда. Ну, и то есть, вот есть еще люди с детьми, которые вот тоже к нам обратились, которые говорят, что дети пострадали во время вот этого инцидента. То есть, с ними как-то будет какой-то диалог или нет? Конечно, мы готовы услышать всех. То есть, все, у кого есть какие-либо вопросы, претензии или пожелания к парку, мы готовы со всеми пообщаться. Недетские разборки испортили воскресный вечер всем посетителям. Виктория вместе с Иваном к парку претензий никаких не имеют. Но спускать на тормозах историю не собираются. Они написали заявление в полицию и хотят, чтобы сбежавшие мужчины понесли заслуженное наказание. Еще недавно детские парки и развлечения были закрыты из-за пандемии. И сложно было представить такую ЧП. Как эпидемическая ситуация влияет на экономику региона, обсудили во время оперативного совещания в областном правительстве. Открыли оперативное совещание в правительстве региона хорошей новостью. Несмотря на все трудности, происходившие в 2020 году, Мурманской области удалось сохранить высокие тампы роста инвестиций. В стране действует федеральный закон о поддержке и поощрении капиталовложений. Уже заключено 20 таких соглашений. Два из них в Мурманской области. Это освоение Печагубского месторождения компании «Алкон» и еще один проект компании «СазафК». Это новые месторождения, которые позволят продлить срок действия комбината. Например, в Оленигорске до 1938 года создать новые рабочие места для компании. Это фиксация действующих налоговых ставок и в первую очередь фиксация НДПИ. Знаете, что в прошлом году был рост, но это позволит им его зафиксировать на срок реализации проекта. Вице-губернатор отметила, что в регионе продолжается поддержка предпринимателей. Для представителей малого бизнеса до 26 марта продолжается прием заявок на губернаторский стартап. Также с марта пострадавшие предприятия могут подать заявку в кредитную организацию для получения займа до полумиллиона рублей под 3% на выплату зарплат. И это не все. До конца года будет введен инвестиционный вычет для крупных компаний. «Самое главное не расслабляться, а активно двигаться вперед. Вот эта динамика роста позволила, в том числе увеличение федеральной поддержки, позволила нам подготовить изменения в бюджет, я об этом сказал, в вступительной части, где более 10 миллиардов рублей направляется на актуальные, социальные, прежде всего, нужные нашей области. В ближайшее время будет рассмотрение внесенного законопроекта областной думой». Еще одной темой совещания стало обсуждение возможности разгрузки железнодорожного переезда по улице Портовой, 37 в Мурманске, чтобы обеспечить удобный проезд автомобилей. Однако изменить алгоритм работы оборудования невозможно, так как он настроен на скорость подвижного состава и длину пути. «Мы проведем дополнительное фонометражное наблюдение на предмет периода времени отсутствия подвижного состава в границах переезда 5 и 6 для более, скажем так, прогнозируемой ситуации и, возможно, заранее оповещения автолюбителей о возможности проезда». Но таким ответом подчиненного глава региона остался недоволен. Наблюдения и рекомендации, о которых в том числе говорил министр, увы, не решают проблему с проездом. «Вы мне рассказываете, что днем вы замерили, там все работает. Видите, на переезд заедет, значит, давайте там неделю еще срок, но только не в режиме рекомендаций, а в режиме конкретных решений. Не получается собирать совещание у меня, но докладывать мне, значит, бурной деятельности не надо. Но результаты важны, понимаете?» Переходя к другим темам, губернатор также отметил, что в Заозерске в рамках реновации «Зато» уже сданы 4 квартиры. В этом году в Умбе ведут в эксплуатацию 4-ю торфяную котельную, тем самым уйдя от мазута зависимости. А еще пришедшая в Мурманскую область настоящая весна означает начало серьезной борьбы с возможным паводком в скорое время. Для этого необходимо своевременно убирать и вывозить снег. В ситуации с коронавирусом в области во время оперативного совещания отчитался министр здравоохранения региона. 75 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Три человека умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 39, Североморской плюс 5 и Кандалакшском районе плюс 5. Региональный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что в область поступят дополнительные средства на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Дальше идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. На эти цели Мурманской области из федерального бюджета выделено почти 12 миллионов рублей. Многолетняя история работы металлургического цеха в Мончегорске подошла к концу. Его закрыли. Как сложится дальнейшая судьба сотрудников предприятия и какие эмоции они испытывают, узнала Марина Шумилова. О планах завершения работы металлургического цеха стало известно еще осенью прошлого года. Ведь он давно устарел и уже совсем не отвечал современным требованиям экологии. Сегодня в Кольской ГМК произвели последнюю выгрузку катодной меди. И наша съемочная группа стала участником этого исторического события. Своё начало медиплавильное производство в Мончегорске берет в 1979 году. За это время предприятиям было выпущено более 3 миллион тонн анодной и 2,5 миллион тонн катодной меди. Определенно, для металлургов и руководства компании этот день знаковый. С легкой грустью и гордостью за совершенные успехи они прощаются с родным цехом. Несколько грустно о том, что мы не смогли, все планы не успели реализовать, производство остановили. Но при этом мы смотрим с оптимизмом будущее, надеемся на строительство нового медного производства, где наши все знания и опыты, и те планы, которые мы не успели реализовать сейчас, мы сможем реализовать на будущем производстве. Закрытие цеха затронуло около 700 работников. Некоторые сотрудники решили уйти на заслуженный отдых. Но большая часть приняла решение продолжить работу в Кольской ГМК. Я очень люблю свою работу. Мне очень повезло с отделением, с цехом, с коллективом, с начальством. Я не знаю, никогда не хотелось уйти, уволиться. Тяжело, очень тяжело это все. В начале месяца был завершен первый этап остановки цеха. Разлиты последние медные аноды, остановлены печи и конверторы. Завершающим этапом стала выгрузка катодной меди из электролизных ванн. На сегодняшний день производственные мощности цеха полностью остановлены. Такие меры, по экспертным оценкам, дадут ощутимый экологический эффект. Выбросы по всей группе компаний Кольского дивизиона снизятся до 30 тысяч в этом году. Ну, чуть менее 30 тысяч среднегодовых. А в следующем году эта цифра уже будет менее 22 тысяч тонн по диоксиду серы в год. Генеральный директор торжественно наградил металлургов за многолетнюю нелегкую работу, любовь и преданность. Спасибо большое. Металлург. В дальнейшем компания планирует привести территорию цеха в первоначальный вид и начать строительство в Мончегорске нового производства. Предполагается, что будет построен новый медиарафинировочный цех, который позволит производить до 150 тысяч тонн меди. Напомню, что тот цех, который существует сегодня и подлежит закрытию, он производит до 75 тысяч тонн меди. То есть, соответственно, это удвоение производства. Второе – это соблюдение высоких экологических стандартов. По словам вице-президента компании Норникель, новый экологичный цех находится в стадии проектирования. И на его строительство уйдет несколько лет. А в Мормонске планируют построить духовно-спортивный центр. Эту тему навстречу обсудили заместитель губернатора Елена Дягилева и митрополит Митрофан. Вице-губернатор Елена Дягилева посетила Свято-Никольский кафедральный собор. Повод для визита не случайный. Руководители социальных сфер познакомились с владыкой Митрофаном и обсудили возможное сотрудничество церкви и власти. Вот сейчас идет разговор о том, что необходимо наконец объявить, что Кола, она совершенно не того возраста, который указан на въезде в этот город, а гораздо древнее. И что какая колоссальная роль монахов-просветителей 16 века, которые эту землю, по сути дела, присоединили к российской державе. Это речь идет о установке памятников, допустим. В этом году мы празднуем 450 лет преподобному Феодориту Кольскому. И у нас запланировано, что должны быть памятники в узловых точках появления христианства на территории Кольского Севера. Также церкви нужна помощь в создании духовно-спортивного центра при храме Спас на Водах, так как пожертвований горожан на это не хватает. А еще в этом году в России празднуют 800-летие Александра Невского. И согласно церковной истории, именно он присоединил наш край к Новгородской Руси в 1256 году. По словам заместителя губернатора, она сама верующий человек и прекрасно понимает важность духовной составляющей в жизни мурманчан. Духовенство – это та власть, которая направляет свою деятельность на благополучие и процветание Мурманской области, что, собственно, соответствует и нашим задачам светской власти. И очень важно здесь взаимодействие и правильный выбор направления взаимной работы. Основные акценты сотрудничества сейчас сделаны на развитие спорта, культуры и социальной направленности в целом. Правовые проблемы многих молодых людей загоняют в тупик. Чего уж говорить о пенсионерах, которые нередко становятся жертвами бюрократических препонов, мошенников или нерадивых родственников. Помочь пожилым разобраться с юридическими трудностями по просьбе партии пенсионеров вызвался экс-прокурор Алексей Круглин. В кафе «Морожка» состоялась встреча членов партии пенсионеров, посвященная проблемам оплаты коммунальных услуг, получению льгот, пенсионных и налоговых выплат. Но одной из самых обсуждаемых стала тема социально неблагополучных соседей, которые не дают спокойно жить всему подъезду. Нарушает санитарные нормы, требования, правила и так далее. Если вы это фиксируете, то есть при помощи даже участковых, актируете, что действительно такое происходит, попойки, вот это все вместе взятое, то в принципе вы можете также, используя эти документы, обращаться и в судебном порядке, чтобы его оттуда убрать, потому что это нарушает уже ваши права. Консультации по этим и другим правовым вопросам оказывал квалифицированный юрист Алексей Круглин, на встречу с которым пришли не только пожилые люди. Например, маме ребенка-инвалида понадобилось разъяснение о льготном налогообложении для автотранспорта, а многодетную мать интересовали способы сохранения материнского капитала. Мы провели социологическое исследование на прошлом мероприятии, собрали анкеты у пенсионеров и выяснили их потребности. И многие ответили, что нуждаются в юридической консультации. Поэтому партию пенсионеров сегодня позвала юридического эксперта, который ответит на вопросы по юридической теме, которые непосредственно задают пенсионеры. Такие встречи позволяют людям решать юридические проблемы, а также повышать правовую грамотность, что, несомненно, облегчает жизнь граждан из незащищенных социальных слоев. 30 полярницев вступили в ряды юно-армейского движения в День моряка-подводника. Как отметили профессиональный праздник в Александровске, расскажет Кристина Григорян. Игорь Карипанов принял на себя ответственную миссию – командование целым классом. Возможно, пополнив вместе со своими одноклассниками ряды юно-армейцев, он определил для себя будущую профессию и как папа станет служить своей стране. Пока же молодой человек осваивает азы строевой подготовки и оттачивает навыки руководителя. Мы две недели готовились к посвящению. Я учил клятву, помогал своим товарищам в подготовке. Маршировали с левой ноги. Я командовал своими одноклассниками. Родители теперь уже юно-армейцев вспоминают. В их детстве такого движения не было. Но было другое – пионерское. Различий существенных не наблюдается. Так же, как нас учили уважать старших, помогать слабым, маленьким, ответственно относиться к поставленным задачам, целям. Правда, тогда выбора у детей не было. Теперь же мнение подрастающего поколения учитывают. А они, в свою очередь, хоть и небольшие, к выбору профиля своего класса подошли ответственно. В школе номер один имени Погодина в Полярном довольно широкий спектр профессиональных направлений. Рурналисты, юные МЧСники и лесничие в этом году готовятся к открытию класса инженеров. Приходим в класс, анкетируем детей, родителей. Классный руководитель, безусловно, тоже даёт свою оценку коллективу. И вот уже в совокупности всех этих опросов мы определяем, какое лучше направление дать определенному классному коллективу. В наставниках у юнормейцев действующие офицеры Кольской флотилии, которые на личном примере демонстрируют значимость армии, и в частности морского флота, для целой страны. И поэтому мы, конечно, внимательно следим за развитием этого общества, помогаем везде, сопровождаем юнормейцев на всех объектах военных, во процессах обучения, в процессах воспитания. Всегда с радостью встречаем их в наших стенах. И нам интересно видеть, как они растут и воспитываются, и, в принципе, выносят от нас то полезное и нужное, ради чего и создавалось движение юной армии. Для бывшего офицера и депутата облдумы Владимира Мищенко Александровский подплав – это и вовсе точка карьерного старта. День моряка-подводника считает одним из главных праздников в году. Для меня самое главное, что такое подводный флот, подводная служба – это не служба, не работа какая-то, не деятельность. Это действительно судьба и религия. Без веры в подводный флот идти бесполезно. Работу и службу многих подводников оценили и наградили представителей военной профессии знаками отличия. Я очень рад, что мой скромный труд был высоко так оценён. Я пришёл служить, ещё была четвёртая эскадра. Все преобразования я пережил. Праздничные концерты в этот день прошли не только в Полярном, но и в столице подводных сил Гаджиеве. В этот день вспоминали подводников, защищавших заполярные рубежи в годы войны. К подножью памятника героям-подводникам Северного флота военнослужащие и юнормейцы возложили венки и цветы. И на этом у нас всё. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.rf и в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждёт прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. 23 марта ночью температура по области составит от минус 12 до минус 4 градусов. Днём в Мормонске и Североморске до плюс 2. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. В Никеле и Манчегорске до плюс 2. В Апатитах и Кавдоре от плюс 1 до плюс 3. В Кандалакше и Полярных Зорях до плюс 3 градусов.